Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня хотелось бы поговорить о многолетниках, которые стали такими редкими в нашей природе, но могут с успехом выращиваться в наших садах. Конечно, вы наверняка знаете, что растения, которые попали в Красные книги, Украины, Белоруссии, России, Польши, Латвии, Литвы, все они растут в каких-то необычных местах. Но многие из них являются редкими именно потому, что человек уделяет им слишком много внимания. Их красота привлекает. Цветки так и манят нарвать их для букетов. Не стоит срывать этих растений, лишая их возможности отплодоносить. Попробуйте вырастить их у себя в саду, и вы, возможно, сможете резать букеты в свое удовольствие при необходимости, а также поддерживать популяцию редких и охраняемых растений. Первым растением, про которое мне хотелось бы вам рассказать, является ветреница дубравная. Это многолетник из семейства лютиковые. Встречается только в местах выхода известняковых пород. Он является у нас реликтом ледникового периода, поэтому он достаточно редко встречается в Беларуси. Ветреница дубравная и ветреница лютичная являются эфемероидами, которые вскоре после цветения отмирают и прячутся до следующей весны. Еще одно интересное растение из семейства лютиковые – это купальница европейская. Это растение также называется жарки, пиаресно по-белорусски оно еще называется. Оно отличается яркими золотисто-желтыми цветками и красивой рассеченной листвой. Это растение достаточно требовательное к плодородию почв. Оно хорошо растет на таких жирных, хорошо увлажненных почвах. В этих местах оно образует очень пышную, красивую листву и дает обильное цветение. Как витреница лесная, так и купальница европейская очень часто дают повторное цветение после жаркого лета в конце августа-начале сентября. И это также придает им особую декоративность. Также в семействе лютиковых есть очень красивые растения, которые являются полукустарниками. И они также способны украсить наши участки. Это клематис прямой. Этот вид является кустовым растением, в отличие от большинства клематисов, которые являются вьющимися лианами. Он цветет в середине лета такими пышными, белыми, душистыми цветами, собранными в большие соцветия. Очень хорош этот клематис в срезке. У него есть формы с такой красивой пурпурно-окрашенной листвой, которая очень декоративна именно в момент отрастания. К моменту цветения она уже приобретает такой темно-зеленый цвет. Но вот это весеннее окрашивание листвы придает дополнительную декоративность этому растению. Клематис цельнолистный не встречается на территории Белоруссии. Но он является редким на территории сопредельных государств. В Украине, в России это редкое растение. И оно также достойно занять места в наших садах. Это тоже кустовой клематис. Один из немногих. В отличие от большинства других клематисов, он имеет очень интересные нежно-голубые, либо светло-синие колокольчатые цветки, которые имеют очень приятный и нежный аромат. Я думаю, что стоит попробовать вырастить у себя этот душистый клематис. Тем более, у него достаточно продолжительное цветение. И куст его сохраняет декоративность до поздней осени. Тем, кто любит пышные и крупные растения, подойдет такой многолетник, как волжанка двудомная. Это растение, которое в природе встречается на пушках дубрав. Оно требовательно к плодородию почвы. Но в принципе оно способно расти и на достаточно бедных, и не сильно богатых почвах. Главное, чтобы было достаточное увлажнение. Это растение очень интересно. У него на отдельных экземплярах только женские цветки, которые образуют семена. А на других экземплярах мужские цветки, которые после отцветания ничего не оставляют. Цветет оно очень интересный эффект. Цветки у него мелкие, но они собраны в очень пышные, красивые соцветия, которые украсит ваш сад в весеннее время, в конце весны, в начале лета. Это растение очень хорошо для озеленения затененных участков. Кроме того, это растение очень долговечно и способно расти без пересадки на протяжении 10-15 лет. Иногда даже больше, если условия ему подходят. Следующее редкое и очень интересное растение – это ирис сибирский. Оно первоначально было достаточно распространенным. Но сперва выкашивание лугов, а теперь закустаривание, запустение лугов практически свели его популяцию к уничтожению. Есть многочисленные сорта этого растения. Оно получило большую популярность в европейских странах, среди английских цветоводов. Также оно очень популярно в Америке и имеет многочисленные сорта, которые отличаются от видового растения, как высотой, так и окраской. В отличие от видовых растений с синими, голубыми, изящными, легкими цветками, которые при правильной посадке способны без пересадки расти и эффектно красиво цвести до 10-15 лет на одном месте, Сортовые ирисы сибирские чаще всего ограничиваются 5-6 годами до момента пересадки. Некоторые быстрорастущие сорта, быстроразмножающиеся, нужно пересаживать каждые 3-4 года. Но все равно это растение очень эффектно, очень красиво, и оно подходит для зеления очень разных участков. Оно хорошо растет как и на солнечных таких сухих почвах, так оно и неплохо себя чувствует на таких полузатененных участках, возле воды. Поэтому попробуйте вырастить это растение в своем саду и наверняка оставите его в числе своих фаворитов. Довольно редкое, но очень эффектное растение скобиоза голубиная. В Беларуси оно практически пропало, оно более широко распространено в степных областях, и также у нас является таким растением, которое вышло за пределы своего ареала. Это типичное растение степей, и поэтому оно отлично растет на солнечных, хорошо освещенных участках, с достаточно бедными неплодородными почвами. А растение это дает обильный самосев, если условия для него подходящие. И чем оно особенно ценно, это растение цветет во второй половине лета. Растение это изящное очень, его соцветия, они не очень крупные, но они могут варьировать по окраске от светло-розовых до лиловато-пурпурных. Чаще всего они светло-сиренево-розовые. Они растут на безлистных, практически тонких побегах. Листья собраны в прикорневую пышную розеточку. То есть это растение очень хорошо подходит для озеленения каких-то солнечных мест, для ракариев, для каменистых садиков. Вот в этих местах оно себя чувствует просто отлично. Еще одно нежное и изящное растение для вашего сада, которое успешно растет в затенении и пригодно для старых садов, является бубенчик лилии-лисный. Это растение семейства колокольчиковые, и поэтому оно внешне очень напоминает такой прозрачный, нежно-голубой колокольчик, который собран в такое большое, пышное достаточно соцветие. Цветет он в середине лета. Растение это достаточно быстро отмирает после цветения, поэтому его желательно высаживать на заднем плане, так, чтобы переднюю часть посадки прикрывали какие-то растения с пышной красивой листвой. Потому что растение это достаточно высокое, он может достигать высоты 80 сантиметров, и он очень эффектен. Попробуйте, посадите это растение нежное, красивое. Он очень легко размножается семенами, и в подходящих условиях он дает самосев. Но если вам хочется чего-то более весомого и стабильного, попробуйте посадить редкие рододендроны, которые встречались на территории бывшего СССР. Для Беларуси таким редким видом рододендронов является рододендрон желтый. Это листопадный вид. Растение это хорошо растет на легких кислых почвах. Если у вас на участке хорошо растет и чувствует себя голубика, гортензии, то это растение также будет чувствовать себя отлично. В отличие от сортовых вечно зеленых рододендронов, рододендрон желтый практически всегда зимостоек. Он имеет очень ароматные душистые цветки, но единственное, не стоит его высаживать на участках, где содержит пчел, поскольку мед, который собирается с цветков рододендрона желтого, он очень обильно приносит нектар. Этот мед является ядовитым как для пчел, так и для человека. Он может вызывать поражение нервной системы. Существует легенда, что войска Наполеона, когда переходили Альпы, поели меда, собранного с цветущего рододендрона желтого, и получили серьезное отравление, после чего проиграли в бою. Еще одним видом листопадных рододендронов, которые можно смело рекомендовать для озеленения в средней полосе, если у вас достаточно дождей, является рододендрон Шлиппенбаха. Этот вид встречается в природе в Приморском крае России. Распространен именно в Приморском крае России, на территории Японии и Китая. Растение – это очень интересно. Оно цветет весною, рано весной, без листьев, и цветы его имеют нежно-бело-розовую окраску, которая напоминает окраску яблоневого цвета. Этот рододендрон мне очень нравится. У него и красивый лист, и красивый куст. Он легко переносит легкое затенение, и также успешно растет на участках, где почва достаточно кислая. И в принципе он легко размножается как посевом семян. То есть при посеве семян, как рододендрон Желтый, при правильной агротехнике это растение зацветает на четвертый-пятый год выращивания, что сопоставимо с сроками цветения большинства многолетников, которые мы выращиваем из семян. Кроме того, это долговечное растение, оно способно украсить ваш участок на долгие годы. Но если же вам хочется посадить у себя какой-то вечнозеленый рододендрон, то на помощь может прийти рододендрон короткоплодный. Этот вид также является редким и охраняемым для территории России, поскольку он встречается только на территории Приморского края. Этот вид отличается более поздним цветением. Ну и поскольку он вечнозеленый, листья на нем сохраняются на протяжении двух-трех лет. Они постепенно опадают в течение вегетационного периода. Цветки у него такие белые, иногда бывают кремово-белые, с мелкими кричневато-красными крапинками. Они собраны в пышные соцветия, и этот рододендрон способен хорошо расти при легком затенении, при достаточном увлажнении. Надеюсь, мой рассказ поможет сохранить эти редкие охраняемые растения в природе, а также пополнит ими ваши сады. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.